Доброе утро, коллеги! Город развивается, развивается общественный транспорт и появляются в Евпаторе новые остановки. У меня в студии сегодня начальник отдела организации работы транспорта Департамента городского хозяйства администрации Евпаторе Александр Чуев. Александр Александрович, доброе утро! Где в городе у нас появятся новые остановки? Новые остановки у нас появляются в городе, как граждане заметили, уже на протяжении года. И я расскажу, что в городе у нас на сегодня существует 308 остановок общественного транспорта. Половина практически уже оборудована павильонами остановочными для удобства населения. И горожане заметили, что у нас уже появляются новые остановки, так называемые «умные». Их уже в прошлом году установлено порядка 32 единицы. И эта программа продолжается. Появятся они еще в городе. В ближайшее время с инвесторами следует отметить, что установки этих павильонов «умная остановка» производятся за счет внебюджетных средств. То есть это реализация предложений. То есть для города фактически они не затратные. И сейчас прорабатывается вопрос с инвесторами в ближайшее время, первая очередь, порядка 10 штук. Но хочу отметить, что люди просят во многих местах установить. Но ведь установка павильона требует определенной земельной площадки, которая примыкает к остановке общественного транспорта. Поэтому, к сожалению, не везде можно их установить. Обусловлено это также то, что они требуют подключения к электрическим сетям. То есть оборудование, которое установлено на павильоне, требует электрического питания. Поэтому вот эти два фактора и обуславливают установки. Но, тем не менее, в ближайшее время планируется порядка 10 штук на основных улицах наших установить еще дополнительно. Какие-то районы, какие-то места города? Ну, это в первую очередь, как я сказал, те места, где позволяют. Это будут улицы центральные, это будет проспект Ленина, проспект Победы. В районе улицы Революции, поинтернациональной. Ну, то есть те улицы, где ширина и проезжих частей, и пешеходных тротуаров позволяют физически установить данный павильон. А чем так называемые «умные остановки» отличаются от простых остановочных павильонов? Ну, «умная остановка», она сама по себе архитектурный облик, такой уже современный, красивый. И оно является, как функционал павильона, также люди тоже это замечают, является украшением города. На данных павильонах «умные остановки» есть, ну, во-первых, освещенность остановки, что тут для пассажиров комфортно. Также там присутствует открытая зона Wi-Fi, место для подзарядки USB телефонов, пассажиры могут пользоваться. И определенная в достаточном мере информация, которая также является полезной для пассажиров, для наших гостей курорта. То есть и функционал, конечно, она красивая и удобная для наших пассажиров. Кстати, я как пассажир тоже пользуюсь общественным транспортом и прокатываюсь в автобусах и трамваях, чтобы посмотреть пассажиропотоки, как бы определиться там с планировкой наших пассажирских перевозок. И зачастую слышу положительные отзывы, не зачастую, а в основном положительные отзывы наших горожан, наших гостей, что вот красивые, удобные, современные. Ну, люди довольны. А на каком общественном транспорте вы ездите? Ну, практически на всех автобусах, на трамвае. Если на работу, то автобус двойка, а трамвай единичка. Ну и как в плане изучения пассажиропотока, практически на всех маршрутах нашего города. Ну, а в этом году поменяется что-то в логистике общественного транспорта? Что-то появится новое? Маршруты, может быть? Да, мы изучаем ситуации. И в первую очередь это в преддверии курортного сезона и совместно с нашими перевозчиками, которые обслуживают маршруты городские, прорабатываем вопросы в плане увеличения количества подвижного состава, то есть автобусов и трамвайных вагонов, продление работы в транспортных средств на маршрутах, особенно в направлении курортных направлений, то есть там, где возрастает пассажиропоток. Мы смотрим, если есть уже потребность, то совместно с предприятиями просматриваем, корректируем графики движения, продлеваем. И, конечно же, хотелось бы еще и еще и еще. Люди у нас просят и порой и до 23 и 24 часов, чтобы работал общественный транспорт. Но просто хочу тоже, пользуясь случаем, как бы информацию. В настоящее время достаточно сложная сложилась ситуация с водительским составом, то есть как бы... Необходимые водители, да? Да, необходимое количество водителей, к сожалению, недостаточно, потому что, как бы, был период перерыва в обучении категории Д водителей автобусов. А, естественно, скажем так, уменьшение количества водителей происходит, потому что и пенсионный возраст, и переезды людей. Поэтому, но, тем не менее, и перевозчики наши нацелены на это, и мы, как бы, с ними в этом плане проводим определенную работу. И следует отметить, что наши перевозчики это понимают, потому что и горожане заметили, и гости города, вот, когда мы проезжаем, слышим, что... Ну, это такая общая работа получается, да, всех? И практически весь основной состав у нас автобусы 2018-2019 года выпуска, то есть новые, комфортные. Спасибо огромное. Александр Александрович, что вы пришли к нам в студию этим утром. Коллеги, я передаю вам слово. Хорошего вам утра. sэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсоэнсо